всем здраво мы находимся с вами в журнале пользователей wake up human вот журнал посвящен ядерной войне 200 лет назад вот значит основная идея в том что 200 лет назад у нас было развитое общество то есть да довольно таки ну скажем так не уровнем не ниже чем сейчас а может во многих показателях и выше вот то есть смысл в чем здесь как бы выложены статьи у пользователям которые рассказывают о том что были по всей как бы земле крепости существовали крепости были как звезды то есть были города крепости москва например петербург вот создано целое сообщество контакте она называется крепости и звезды значит здесь две почти 600 тысячи человек участников вот здесь есть и видео много различной информации ну мы посмотрим только фотографии фотографии сообщества вот здесь например представлена это у нас крепость в нидерландах такая красавица бортанж называется кузнецкая крепость крепость азов план так это у нас екатеринослав город крепость план к датьской фортеции забудованной поляками в 1635 году конечно поляки так не умеют строить вот она же но что-то произошло обрушилась вот тоже она же а это вот как бы план по восстановлению это вот план наложены крепости на то место где остатки вот здесь видны то есть здесь вот более тысячи фотографий города европы америки австралия где вот есть вот эти как бы сказать города звезды форты звезды то есть архитектура единая практически очень похожи вот например страдсбург вот старый план страдсбурга это город звезда то есть вот здесь вот это вот видим орд стены внутри вот звезда в городе вот так вот вы это значит страдсбург аргентина вот так вот он выглядел мы посмотрим страдсбург на google картах вот видим это вот центральная башня вот это вот с того же ракурса видим что вот ров сохранился но стены все поубирали здесь антверпен тоже город крепость вот еще одна крепость звезда вот тоже план антверпена вот она такой и и здесь мы видим восемь фортов которые еще за городом вот современная карта антверпена вот здесь красным обведение остались эти все крепости звезды вот можно фотографии посмотреть это вот как раз рядом вот этот вход в одну из этих звезд это ров вокруг звезды еще один вход все заброшено туда никто не ходит не интересуется видимо вот еще фотография звезды посмотрите какие огромные стены то есть как это можно разрушить было если то я не знаю туда надо при пригнать сюда сколько солдат наверно два или три полка и они вот эту стену будут разбирать ни одну неделю и не две то есть вот он фарпан видим ров сохранился вот здесь был ров а вот мы видим звезды раз два три четыре пять шесть и четыре пять шесть семь и тут восьмая так ну а что же творится у нас в россии матушки на украине на в украине значит известная крепость измаил штурм измаила 1790 года под русскими войсками под командованием суворова в ходе русско-турецкой войны 1790 год штурмовали эту крепость турецких потерь 29 тысяч человек убитыми потери русских 4000 и 6000 раненых то есть теперь смотрим где у нас измаил вот город измаил вот река дунай что тут течет до дунай и здесь мы видим остатки крепости измаил вот если наложить вот он план старой крепости четко вот она попадает вот так вот и здесь и и остатки видны до сих пор на гугл карте смотрим да здесь есть фотографии люди ходили выкладывали вот так выглядит один из выступов вот этой измаильской крепости обратите внимание вот здесь что-то каменное цементное обуглилась сантиметров на 30 ну что могло привести к такому здесь конечно была война там не знаю великая отечественная там воевали но оплавить вот на 30 сантиметров в гру вглубь и не знаю что то должно было тут разлить там бочку керосина или зажечь наверно тоже не будет такого эффекта это мне кажется огромный взрыв ядерный как вариант вот так вот выглядит все то есть вот это место где была крепость измаил все в земле засыпано будешь ходить не догадаешься где ты ходишь ну вот здесь вот берег реки здесь возможно вот это остатки крепости вот она так идет и так какие еще известные крепости звезды мы можем посмотреть наверное самая известная крепость звезда это петропавловская крепость санкт-петербурге то есть отлично сохранившиеся можно сказать одна на всю россию вот значит ну в россии наверное их сотни было и за последние 200 лет практически все уничтожены что как бы наталкивает на мысль как такое могло произойти вот то есть очень часто вот наружный склон вот этой звезды он облицован камнями вот как санкт-петербурге вес одного камня может достигать одной тонны и более даже вот въездные ворота часто выполнены из камня и очень качественной фрезерной обработкой вот в европе небольшие города звезд звезды сохранились прекрасно вот примеры одна звезда вот пальмовая форт трес еще одна но вот брестская крепость смотрим в лес все разрушено осталось только вот там где видно была крепость рвы до сих пор просматривается ну в общем смысл такой что только в западной европе остались более-менее нетронутой звезды а у нас все разрушено россии там украина и так далее что как бы наталкивает на мысль что там возможно не бомбили почему вопрос то есть вот здесь турин город звезда турин сейчас уже там ничего не найдешь сколько там править проделана работа чтоб это скрыть вот страсбург выглядит сейчас так уже никаких нету тут валов просто одни каналы но антверпен мы уже рассмотрели вот киев планки его тоже город звезда вот вот остатки фотографии в киеве от звезды оренбург с наложенной крепостью уже ничего не осталось очаков вот здесь была крепость ну это мы из мои уже рассмотрели херсон вот план херсона вот крепость должна быть вот херсон и с накладкой получается стадион частенько они стадионы ставят в местах звезд почему-то вот любят они но есть там идея у одного блогера что эти звезды которые были малые вот большая внутри есть еще малая и малые использовались как транспортные средства телепортации ну это как вариант можно его тоже почитать я пока еще не дошел так слуцк вот значит вот так вот накладка это у нас получается следующее у нас значит на месте античного города сейчас даче находится это берег азовского моря петровская крепость под бердянском вот здесь значит даче вот так выглядела крепость вот если наложить нету полностью стерка с лица земли вот еще одна звезда под ростовом на 6 бастионов вот еще один это в хорватии план карловак в наше время так вот выглядит еще немножко похож на звезду вот здесь даже застройки так и построена вот здесь смотрим это казахстан если здесь увеличить видим звезда стертая вокруг 3 воронки огромные сейчас там водичка три удара нанесены за чем-то в одно место вот обведена еще на это у нас в омске огромная воронка и рядом звезда ну это уже новое поселение появилась возможно здесь был огромный город свое время днепропетровск значит смотрим товарищ у нас очень любознательный он решил найти екатеринослав нет днепропетровск и он утверждает что в 1785 году была уничтожена весь город был уничтожен термоядерный причем взрывом то есть как он до этого дошел сначала вот он начал искать сам екатеринослав где это было город переименовали то есть было сложно плюс тут еще по официальным данным его отсылали совсем другое место это можете почитать но в конце концов он разобрался нашел фотографии богородицкой крепости вот нашел план затем еще один план этой богородицкой крепости и в конце концов в современном днепропетровске нашел где была эта крепость сейчас мы ее посмотрим вот он план днепропетровска если вот сюда навести видна видны остатки крепости богородицкой вот прекрасно видно значит вот один второй бастион третий вот она сюда в воду продолжаться должна и он наложил значит план нашел старый план города вот здесь должна быть крепость и здесь соответственно был город всего лишь там 200-300 лет назад ну сами видите города нету а что мы видим есть смотрите сами воронка огромная воронка вот здесь город вот здесь вот это расстояние порядка четырех с половиной километров город считался третьим как бы по величине в империи то есть был скорее всего каменный огромный и здесь ему достался большой большой кусок пирога термоядерный удар здесь затопило не очень видно но здесь видите вот даже кругами земля разошлась фотографии здесь почему-то немного люди не любят фотографировать это место но мы можем посмотреть вот где была крепость там люди гуляют есть фотографии как она выглядела богородицкая крепость вот сейчас это вот просто холмики видимо камень оплавился ну деревья немножко уже все-таки начали расти земля нанеслась со временем вот вот это вот она эта крепость вот люди ходят тут какие-то дорожки уже непонятно что никогда не догадаешься что ты ходишь по богородицкой крепости вот и 200 лет назад она еще 200 300 лет назад ска получается она еще была ну давайте подведем еще итоги то есть мы посмотрели то есть западной европе уничтожено практически мало уничтожалось скажем так руками людей то есть маскировалось опять же новую в россии то есть других там на других континентах просто вот ядерные удары термоядерные удары и крепостей нету то есть либо они засыпаны то есть все нету короче уничтожено в таком виде что еще от кунгуров алексей он на эту тему очень долго и интересно рассказывает у него есть лекция на 10 часов там не только про звезды он рассказывает и про архитектуру санкт-петербург то есть очень много интересной полезной информации но смысл в том что опять же была термоядерная или ядерная война 2 примерно 200 лет назад что как бы какие факты на это указывают помимо вот вот этих до крепостей леса в россии в европе ну и вообще по всему миру практически нету лесов старше двухста лет то есть в россии здесь вот есть ворот фотографии он показывает это фотография после падения тунгусского метеорита если вы обратите внимание лес молодой и он весь одинаково и как бы стволы одинаковые то есть это о чем говорит лес молодой растет то есть вот сколько этим деревьям то есть вот он сгорел и вырос получается и потом упал метеорит когда лес он растет долго там деревья получаются разных как бы сказать в лесу старом там есть очень большие деревья очень маленькие что-то среднее а здесь вот одинаковый лес это вот начало двадцатого века получается что еще про лес то есть вот лес он по всей россии сожжен также он размечен в россии по как сказать ну когда занимаются лесоводством разделяют леса на делянки то есть чтобы было как-то за ним ухаживать и вот с тех еще времен остались просеки за которыми практически ими не ухаживают но они эти просеки не зарастают практически есть вот сейчас искать не буду есть фотографии там просека 300 метров в лесу по ней лэп проложено ну для лэп сколько там максимум 100 метров ширина нужно она проложена там на километры и по лесу идет 300 метров просто строят лэп по вот этим вот не зарастающим просек почему они не зарастают вопрос то есть за ними не никто практически не ухаживает еще есть такая фишка они все разделены по поверстам то есть не по километражу то есть большинство из них размечены верстами то есть если их размерить повер на версты разделить получается целое число не на километры а именно на версты и они все наклонены под углом на север но на север не тот который сейчас а вот немножко вот так то есть если наложить карты старые на новые вот это вот новая карта киев есть старая карта киев вот триполь называется все переименовали что получается вот такой наклон почему такой наклон что произошло непонятно и все старые вот карты которые там 200 300 лет назад они вот под этим углом то есть сместился север здесь мы видим кстати фотографию это если не ошибаюсь казани один этаж засыпан но сейчас как рассказывают практически старые дома не уходят вниз там за сто лет не уходят ни на сантиметр то есть строили хорошо так еще интересная информация вот мы сейчас смотрим на глобус и так вот мы открыли карту мира смотрим вот экватор посередине он у нас приходится ниже африки и где-то по бразилии то есть если так подумать если страна как бы земля благополучная где вы будете жить то есть если очень жарко на экваторе вы будете жить ну не в самой жаре чуть чуть выше где-то вот в этой территории или ниже экватора так астралия хорошо подходит то есть вот можно сказать это вот самый низ африки бразилия тоже пониже а уже вот россия там и канада уже холодно то есть но там будут люди жить но поменьше ну теперь смотрим на глобус как у нас расположена получается там где люди бы хотели бы жить то есть вот экватор проходит здесь здесь все зеленое красивое а там где по идее жили люди должны были жить если бы у нас все прекрасно было на планете здесь почему-то пустыни как так произошло непонятно да у нас называется глаз сахара диаметр около 30 километров воронка оплавлено все вокруг соответствует боеприпасу мощностью порядка 200 250 мегатон то есть это место термоядерного взрыва после которого было все уничтожено на очень и очень большом расстоянии есть фотографии вокруг этого места если посмотреть вот камни обожжены сверху снизу беленький вот если перевернуть он беленький а сверху обожжен вот здесь плохо видно вот здесь хорошо видно то есть прошла машина камни расчистила вот здесь камни черные обожженные там где расчистили они желтые отлично себя чувствует вот черные камни пустыня обожженная прекрасно видно что огромные площади территории сожжены что получается здесь если по теории была бомбардировка то есть люди скорее всего жили вот по вот этим территориям куда и был нанесен удар вот зуда был огромный 200 250 мегатонн здесь накрыли возможно где-то тут тоже куча всего ну вот например статьи доказывающие что 18 век вот начало 19 как раз на тот момент нас уже превосходили по технологиям каменная чаша весит 48 тонн сейчас ее сделать практически нереально значит следующее александрийская колонна петербурге ну вот это гранитная колонна и и обработали от параллера под полировали нету никакой документации книжечку где-то во франции там выпустили как ее сделали и все там по этой книжечке везли там на лошадях там ручную ставили какие-то тут нереальные эти все фотографии но в общем бред полный то есть 600 тонн подняли как-то очень сомнительно кладка полигональная то есть вот без раствора гранит скульптура из одного куска мрамора сейчас без продвинутого станка чпу изготовить невозможно за последние 50 лет ничего похожего не было изготовлено как это создали ну и опять же если была развитая цивилизация они должны были добывать для строительства огромное количество гранита вот весь вот петербург официально он там через 50 лет уже вся набережная в граните за 50 лет а там километры километры и камни надо вырезать то есть невозможно то есть вот смотрим вот гранит добывали вот добывали бахчисарайский район это вот официальный рудник как выглядит это магнитная гора урал никелевые рудники это вот сначала примеры как вот добывают сейчас и сейчас будут примеры но вот еще есть такой роторный экскаватор он работает вокруг делает вот такой круг забирает породу а вот сейчас скользкий полуостров смотрим там ничего официально не проводилось анктарктида и так далее вот тут вообще бешеный объем выработок это у нас гренландия очень много фотографий аризона сша то есть по всему миру карьеры отработанная порода если складывается вместе получаются вулканы вот это терриконы на донбассе 200 300 метров так выглядит вот еще и зувий внутри осыпь ничего плавленного нету осыпавшаяся порода тоже террикон тоже вот все осыпалось просто ничего плавленного где лава ну в общем подведем итоги по всему миру были разбросаны цитадели однотипные культурный слой от одинаковый то есть строение греческого типа везде америка франция там россия китай то есть везде потом значит что происходит леса сгорают где-то 200 лет назад причем везде по всех территориях россии и в мире пустыни когда эти образовались скорее всего именно тогда все здесь вот есть взрыв очень огромный то есть скорее всего вот здесь было население проживало как наиболее удобный слой как бы ну субтропики наверно да все хотели здесь жить но сейчас получается вот россия европа более-менее нормальное место и здесь народ суда тянется на беженцы куда сейчас бегут вот значит леса сгорели и сейчас вот старше 200 лет практически не найдешь дерево в лесу днем с огнем но очень редко там что-то может случайно где-то выжила дожило до наших времен там не спилили еще и сама не погибла вообще любая сосна там легко до 400 лет доживает то есть если лес не трогает должно быть полно таких сосен нету так что еще значит леса не размечены и значит под углом квадратами верстами не километрами то есть по старыми верстами причем везде то есть километрами но километрами практически нигде не размечены то есть говорит о том что была огромная империя размечала леса наклон лесов тоже идет то есть он наклонен на север то есть но наклон особый то есть точно так же как карты не совпадают вот сейчас у нас север там в одном месте а 200-300 лет назад на 15 градусов смещен то есть вот можно посмотреть старые карты и новые сейчас да вот так выглядит наклон но опять же значит в западной европе в основном все сохранилось что очень подозрительно а у нас все разрушено то есть что наводит на мысль что-либо участвовали в этом либо как бы договорились ну в общем как всегда россия ответила за все ну если тема заинтересовала вот есть очень хорошая лекция алексей кунгуров искажение истории 200 лет назад была ядерная война здесь он рассказывает не только о том что я сказал а еще очень много полезной информации рядом с этой темой ну конечно выводы примерно те же надеюсь была полезная информация познавайте историю не верьте ничему 200 лет получается назад история была